нелегкая процедура придумали конечно геморрой вот у нас кронштейн куда прикручивается саморез вот перекрутить его потом обратно это будет уже скажем так другая история вот саморез упал достал его ну и все откручиваем два самореза крепления радиатора и откручиваем хомуты крепление печки по трубках печки странно под капотом главное пружинные хомуты здесь червячные стоят снимая а что-то подумал подумал я чуть здесь буду что-то подкладывать что-то делать я пошел патрубки то снял под капотом и через нижний патрубок засунул трубку вакууматором откачал антифриз поэтому меня сейчас здесь он когда снимал немножко появился антифриз а так патрубки беру теперь сдвигаю под капот скидываю сюда хомуты и вытаскиваю радиатор они его тоже приклеили вот он низ радиатора мокрый как правило радиаторы бегут по крышкам по прокладкам они по сотам вот по низу антифриз весь беру получается больше бежала задняя крышка со стороны водителя со стороны пассажира меньше протираю там хотя не так много и ставлю новый радиатор новый радиатор поставлю фирмы от и номер от и 10 60 0 23 вера вот такой вот радиатор насколько хватит этого радиатора история об этом умалчивает беру устанавливаю его очень интересно где-то немножко упирается эти патрубки я под капот убираю и новые устанавливаю автомобиль шестнадцатого года патрубки выдернул на них маркировка пятнадцатого года беру наживляю и прикручиваю оба самореза крепления радиатора и начинаю собирать в обратном порядке сразу устанавливаю прикручиваю новые патрубки затягиваю их и ставлю на место испаритель патрубки установил хомуты здесь затянул и под капотом отдел патрубки вроде бы внешне одинаково внешне хорошие все но визуально с новыми они раздуты они гораздо больше диаметром как один так и второй вроде бы можно оставить а с другой стороны лучше заменить ну что ставлю испаритель пытаюсь его внедрить обратно сейчас не надо попасть трубки камеру отключал не мог попасть трубки в итоге от трубочки попал но я их закрывал заглушками чтобы когда вставлял грязь не попала все с той стороны две гаечки я наживил благо шпильки там длинные теперь завожу на место вот эту часть здесь видно она упирается поэтому нужна будет помощница либо отвертка либо что-то вот такого плана чтоб нам немножко ухо отжать и туда его завести все вот он одеваем здесь соединение вот я сдвинул все у нас испаритель стоит на месте дренажный шланг отдел на место сейчас беру прикручиваю два вот этих винта он не под крестовую отвертку но это резьба м6 я трубки наживил но не затянул под капотом две гайки я затянул вот этот винт и сверху винт я затянул сейчас покажу если с фонариком смотреть через зеркало вот хорошо видно винт затянут здесь все подошло встала единственного тот саморез сейчас закрутить что я сделаю сделаю следующее отвертки магнитной нет хорошей длинной разбил маленько магнит кусочки поставил и саморез держится сейчас подлажу и прикручиваю его сказал что нет у меня подходящей крестовой отвертки стоит только поискать и все есть такая нормальная спазом длинная и магнитная все саморез верху я прикрутил и затянул ну а теперь можно ставить вот этот уголок на место прикручиваю его и ставлю верхнюю часть вот этого корпуса вот с ней надо будет повозиться сейчас покажу как защелка вот защелка тросика тросик одевается на штифт здесь он просто рубашкой ложится и вот этой собачкой вставляется дырочку и вот сюда защелкивается все и он держится смотрите есть еще вариант располовинить ее 4 самореза и тогда мы сможем ее снять и поставить здесь с этой стороны 4 гайки откручиваем половинем и тогда мы сможем легко и эту защелкнуть и эту защелкнуть ну я смогу и так сделать но если надо будет можно еще ее и так располовинить завожу на место протолкнул ну а теперь одевая тягу тросик то есть но этого уже не показываю просто не видно ничего трос и защелку я одел а теперь берем двигая вот этот бегунок проверяем правильно ли мы установили это у нас забор воздуха снаружи это забор воздуха изнутри заслонка ходит правильно теперь можно брать устанавливать эту часть кожуха на место и наживлять сверху рамку чтобы она у нас держалась уже на месте а а говорю я вот про эту рамку вот здесь ее выравниваем и вот сюда вот это устанавливаем наживляем 4 самореза и можно затягивать но я затягивать пока не буду только наживлю затяну когда внизу защелкну все скобки ставлю на место теперь ЭБУ здесь в принципе перепутать их не получится они имеют разные направляющие защелкиваю один разъем и второй разъем разбиваю и наживляю и наживляю ну а теперь самое вкусное одеваю мотор печки и одеваю защелкиваю 6 липс вот этих металлических скоб я проводку убираю она все равно падает вот встает красиво а теперь придерживаем и начинаем по кругу одевать защелки одно одел так здесь похуже будет одену заднюю угловую одевать не снимать защелкивая все 6 защелок защелку одеваю разъемы на печку оба покажу что сейчас корпус шевелится вот вот так вот незначительно шевелится но сверху у меня саморезы я их только наживил не затянул сейчас я их затяну и пошевелю корпус к чему я это говорю о затяжке вот этого верхнего бокового самореза надо или не надо затягиваю саморезы и проверяем затянул я вверху 4 самореза вот он корпус все он не шевелится и уже надобности вот в этом саморезе как таковой говорят и вот зазвонил телефон так вот я про этот саморез который там я его даже прикручивать не буду вот кронштейн сторону отодвинул и пусть он там так и стоит печка не болтается и не требежит мало того сейчас я подожму вот эту на место и здесь прикручу саморез сюда еще дополнительное место вот и вообще никуда он денется ставлю на на место вот эти кронштейны которые отгибал маленько это у нас крепление бардачка нижняя часть здесь проводку защелкиваю можно устанавливать прикручивать бардачок но я его пока не прикручиваю сейчас заливаю антифриз завожу и проверяю чтобы не было подтеканий антифриз залил по максимум надо будет еще доливать здесь уйдет немножко ставлю на место салонный фильтр закрываем жабу наживляю и прикручиваю все саморезы эту крышку я не открывал можно было через эту крышку сделать но здесь она герметиком заклеена завода я не стал скрывать притягиваю после этого ставлю клемму аккумулятора очень удивительно приемник заболтал завожу двигатель прогреваю и проверяю печку а антифриз забулькал в бачке стал уходить по необходимости сейчас добавлю прогреваем прогрел двигатель включился вентилятор работает здесь смотрю на помпе подтеки из под патрубка сама помпа не бежит а вот из под хомута патрубка сверху коротыш подтекает и прокладка на разъеме треугольника где уголок на головку прикручивается тоже подтекает надо будет тоже потом устранить по антифризу уровень снизился до минимум выставлю добавлю здесь по патрубкам посмотрел все сухо подтеков антифриза нету здесь трубки скрутил фреона нет надо будет заправить что увидел попутно ну и про прокладку клапанной крышки я говорил мокнет сильно надо заменить также посмотрел гур мокнет сильно думал оба шланга нет вот этот шланг просто который у нас обратка уходит на гур на хомутах сидит он сам весь мокнет сверху донизу и попутно марает этот шланг и марает шланг который идет на гур с него капает просто как будто он бежит поэтому этот шланг надо будет тоже заменить но сейчас двигатель работает ремень не видно ремень есть в трещинах его тоже нужно поменять вот этот ролик натяжителя шумит это попутно что я увидел по салону подтеканий на патрубках нету все сухо печка включаю горячим дует температура рабочая но вентилятор включен поэтому температура рабочая по водительской стороне если на пассажирской пол более менее сухой там уголок водительская сторона залита полностью на удивление ложим картон здесь зять здесь все залито антифризом ну я хозяину говорил что надо по хорошему помыть все это он говорит мы все это вымокаем вот так под коврик сейчас здесь подрежу ложим картон и меняем его пока он перестанет набирать влагу ну устанавливаю на место бардачок, этого уже показывать не буду сложного ничего нет и на этом замену радиатора печки я закончил конечно с кондиционером менять ее еще то удовольствие кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось тоже ставьте лайки подписывайтесь на канал, на телеграм на яндекс дзен благодарю вас за поддержку также еще и снизу на автомобиле заметил что подкапывает коробка тоже надо будет делать быстрее всего заглушка снизу сзади бежит всего вам доброго